Помогите! Господа, у нас появились вампиры. Прячьтесь. Не надо меня кусать в шею, не надо. У меня кровь плохая, у меня резус-фактор отрицательный, у меня моча в крови. Доченька, это же мы твои родители, твоя мама, вот твой папа. Доченька. Товарищ комбат, соседи по дому. Вы мне только честно скажите, вы точно пока не вампир, а? Всякое, конечно, товарищ комбат, бывало, но чтобы вот так вот сосать кровь из собственной доченьки, кровидушки родной, в лесу, такого я себе позволить не могу. Победай-ка нам, Татьяна, безутайки им. Что на самом деле случилось-то с тобой? Да. Ну, я ж говорю, что я узнал, что в лесу геологи появились. Это я и сказала. Мама, да, которым не хватает девчонок. Ну, я и пошла. Да, хотела немного еды для семьи заработать. Доченька, ты что же хочешь, Танечка, сказать, что геологи тебе еду за любовь отдавали им? Не, я так думаю, честно говоря, товарищ комбат, что Танечка и доченька дрянь такая имела в виду в иносказательном смысле. У нас же в части-то как, если повара, дескать, как следует не это самое и не накормит, да. Да, это точно. Давайте все-таки послушаем доченьку, Танечка. Ну, я и говорю, вначале было все как обычно, как я и привыкла. И здесь вдруг в самый разгар веселья... И таким образом мне удалось все-таки бежать. А оставшиеся в живых, простите, геологи, они укрылись в святой пещере, надеявшись, что вампиры туда не войдут. Извините. Думаю, мы должны их спасти. Здрасте, приехали. Я спешу напомнить, товарищ комбат, что я только что из тюрьмы сбежал. Вот, здоровья у меня никакого, ноги подкашиваются. Давайте вызовем МЧС, им за это платят. А геологи, между прочим, нашли золото и сейчас его как раз в той пещере и хранят. А я сейчас так подумал, МЧС у них же работа-то сколько, не приедут они к нам. И зачем они нам нужны, когда здесь я, боевой, так сказать, прапорщик. Я не могу спокойно смотреть, как геологи с золотом попадают. Да, по коням я спасу геологов. Геологи, я иду к вам. Я так думаю, товарищ комбат. Решено. Идем спасать геологов. Отлично. Я нарублю осиновых колю и пойду впереди. Я прекрасно отличаю осину от ольхи. Петя, никуда мы не пойдем, слышишь, да? Мы с тобой ботаники. Наше дело маленькое. Герфарии, пестики, тычинки. Мух сушить, наконец. Но, Синочка, ты же давала клятву Гиппократа. Ты же понимаешь, что... Петя, я много кому чего в жизни давала. Но я женщина, между прочим, интеллигентная. И в антисанитарных условиях сосать себе кровь, кому попало, не позволю. И не надо. Это дело для настоящих мужчин. Пойду я, прапорщик Задов, Татьяна и мать ее Нина. Ага. Ага. Хорошо, хорошо. Идите. Ух! Ух. Ух! 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 Приятного аппетита. Приказываю себе снять отцепление и отступить. Помогите! Напрасно вы так легкомысленно относитесь к вампирам, ибо это вполне реальные существа. Да что вы такое говорите? Откуда в нашей центральной полосе вампиры румынские? Почему румынские? Так этот главарь-то их, Дракула, румын. А наша граница с Румынией, слава богу, на замке. Любому замочку можно подобрать ключик. Что вы такое говорите, Михаил Львович? Не занимайтесь очернительством наших погранвойск. Иначе я доложу. Да, донесу. Ну, состукану-ка, короче. Да, такое я, состукать. Кому? Так вот, и вот дела, да. Я, конечно, Василий Петрович, слышал, что вы мостак байки травить. Здравствуйте. Но надо и меру знать. Да вы что, граждане, а? Я вам точно говорю, копыта отбросил, товарищ комбат. Вампиром стал. Пойдемте, я вам тело его покажу. Спасибо большое, Василий. Мы видели уже его тело. Вон оно, зарядку делает. Ну, наверняка какая-то вампирская гимнастика. Вампир, вам точно говорю. Я так скажу, наклюкались вы вчера. Вам нельзя сейчас пить. Ослабели вы сильно после тюрьмы. Граждане дорогие, что же мне делать-то, если не пить, а? Как мне досуг, так сказать, культурный проводить, а? Ну, можно в семье или найти хорошенькую, молодую, образованную любовницу. Да, Петя, в семье лучше. Честно говоря, да, лучше ничего не придумать. О, а вот и Васечка проснулся. Папа, давай-ка исчез, навернися похмелье. С какого похмелья я? Не пил я всю ночь через рез продирался. Ногу вот я поцарапал, похуй. Садись, папа, к нам, присаживайся. Иди сюда, давай я тебе помогу. Садись, папа. Садись, Васечка. Иди к нам. Сидеть. Еще шаг, я тебе голову обжу. На место. И садись. На-на-на-на-на-на-на-на. Эх, блин, кто там ухает, а? Садись. Садись. Египетская сила. Вот что только вы, мужчина, не придумаете, чтобы свой супружеский долг не выполнять. Теперь вот вампиров решил поиграть. Хорошо, хорошо, только знай, мы, неудовлетворенные женщины, способны на любые безрассудные поступки. Не удивляйся, если завтра я уйду от тебя навсегда. Обейки вам не поднять. Один ноя в мою пальцу. Папа, я к тебе. Что тебе надо? Укусить папу захотел, да? Ручку в бицепс вгрызться, да? Ты что, папа? Я спросить пришла. Я влюбилась. Мне нужен твой настоящий отцовский совет. Изведи, сатана. Изведи, песню запивай. Изведи, сатана. На-на-на-на-на-на. Прекрати, прекрати сейчас же. Ладно, я уйду. Только не удивляйся, если я без твоих советов пойду по кривой дорожке. Два-доль в мою пользу. Два-доль в мою пользу. Да пребудет с нами етицкая сила. Почему етицкая? Я больше никакой не знаю. Кто там так у-у-у делает под окном, а? Ну где вы ходите? Я уже практически всю Зелевую Петровну выпил. Давайте, я угощаю. Зелевую Петровну. יτα Я говорю, может, вот тебе крест. Стой. Вот тебе крест. Возьми. Не возьму. Возьми. Зачем? Возьми, я тебе сказал. Хорошо, я возьму. Но я с ним буду выглядеть по-идиотски. Как какой-нибудь поп. Пускай. Ты меня не обижай, Петр Семенович. Чесночку грызни немножко, а? Я чеснока не ем. Вкуснее. Ну, хорошо. Хорошо, куснул. Но Зинаиде Петровне это не понравится. Она не выносит этот запах. О, не понравится. Петр Семенович, дай-ка мне ручку свою толстенькую. Ага. А что это у тебя там, а? А, да вы что? Падла. Думишься вроде? Нет, показалось. Пылят башки. Я, Петр Семенович, проверяю. Вот не вампир ты. Пока не вампир, я тебя щепочкой осиновой в ручку долбанул. На, традиция. А, вот вы где. А я вам ватрушек-то пекла. Будете? Ватрушки? Ты же никогда не пекла раньше ватрушки. А горлышко-то что-то у вас замотано, Зинаида Петровна. Я простудилась, Василий Петрович. Вонички холодной из колодца хлебнула. Так, давай-ка я тебе баньку истоплю и попарю. Ага, венчиком осиновым-то у вас. А чем это, а чем это от тебя пахнет, Петя, а? Чеснок это, это чеснок свежий, ядрёный чесночок. Петя, сейчас же иди сполосни рот и почисти зубы, а наносовый пасты. Стой, Петр Семенович, прополоси-то обязательно. Вначале только поцелуй супругу крепенько. Я с удовольствием, с удовольствием. Тьфу, сиди, какая гадость, какая гадость, фу, какая мразь. Печёт ватрушки, не хочет целоваться с чесночным. А горло у неё просто так обмотано шарфиком, как у Тани и Ниночки. Укусы там, Пётр Семенович, укусы насквозь. Что же теперь делать? Есть у меня планчик, Пётр Семенович. Мы устраиваем вечеринку, значит, музыка, чипсы, всё такое. Напоим их водичкой серебряной. Хмелеть-то начнут мы их кольями, осидовыми, во все дыры, как раз-раз. Не думаю, не думаю, что они так просто попадутся на нашу удочку. Твои предложения. Научный подход. Научный. Тем более, что и литература соответствующая имеется. Я же, Пётр Семенович, не пью. Так, для проформы. Женщины-вампиры. На. Слушай, ну-ка, всё-таки пропадать таким образом. И мы могли бы ещё жить и жить. Тихо, не горячить. Жить и жить. Смотрите. Михаил Львович, а. Палаточка. И едой пахнет. Стойте. А вдруг хозяину еды не понравится, что мы едим его еду? Ну, я вас уверяю, Михаил Львович, в нашей стране человек в милицейской форме может делать всё, что угодно. И друг с человеком в милицейской форме. Да никакой вы мне не друг. Вот и хозяин еды. Попробуйте ему сейчас объяснить, что вы милиционер. Ну, как говорится, сделали дело полностью. Да, ты свою-то, Пётр Семёнович, как на тот свет спровадил, а? Ну, элементарно. Я своей Зиночке в её вечернюю кризму святой водички налил. Ну, и вёл естественным способом. А вы как? А я, нет, я своим девочкам-то домашним, одна постарше, другая побладше. Да, одёжи с обратной стороны, крестов нам вышивал там на лифчиках, на трусиках, бикини, знаете, в попку такие. Они вроде как одели и не замечают, а я чувствую, дымятся, ходят. Хорошо, я здесь сколом в затылок им, раз, и давай там проворачивать, колобродить. Давно хотел посмотреть, что у Нинки в башке. Это вот практически как с товарищем Комбатов вышло. Я его и на кол посадил, и чесноком нашпиговал. Но пока семь серебряных пульных садил, всё равно он не унимался, не унимался. Зря ты, Пётр Семёнович, семь пультов садил. Надо было одну для себя оставить. Шутка. Понял, понял. Ну, как говорится, надо речь сказать. Дорогие наши усопшие. Ты это, Пётр Семёнович, завязывай песню свою адскую. Вампирами они были, как собаки, и померли. Ой, Инночка, сейчас, наверное, сидишь там на облаках, харкаешь на нас тут. Пойдём, Пётр Семёнович, выпьем лучше за упокой, так сказать, душ их усопших. Как там говорится-то, а? Аврал? Нет. Аминь, аминь. Пойдём, да, пойдём. Ох, ёлка зелёная. Что такое? Вдвоём, в одной постели. Пикантно, на мысли наводит. Пётр Семёнович, ты что там сзади делаешь? Не проднились мы случайно, а? Не думаю, не думаю, Василий Петрович. Это, наверное, мы просто перепели. Сначала, когда книгу читали, а потом, когда поминки устраивали. По поминки, значит, да? А кого поминали? Уж не родных ли, не невинно убиённых жжоб, жжон? Ибо в поле нами обнаружены могилки, свежевыкопанные, с крестами, на которых подробно написаны имена, фамилии и отчества убиенных. Граждан и гражданок. Пётр Семёнович, давно хотел тебя спросить. Ты дурак, а? Это ты, что ли, таблички пришпандорил, могилки подписал, а? Ой, я же хотел, как лучше, чтобы по-по-по-по-человечески. Ну, ну что ж. За суду. Всё, ясно. Попройдёмте. Ибо следственный эксперимент. Вы же обещали сначала следственный эксперимент провести. Обещали, обещали. Обещали, проведём сначала эксперимент, а потом обед. Вот они, Пётр Семёнович, настоящие оборотни в погонах. Ага, понял. Танечка, а ты хотел бы только папиной крови? Или Петра Семёновича тоже попробуешь? Ой, мам, не знаю. Я, наверное, по стаканчику и то, и то. Так вкусно. Хотя мешать боюсь. А с другой стороны, вспомню, что они с нами сделали. Хочу вообще по литру выпить, да. Давайте сначала одного выпьем, а второго на завтра оставим. А с кого начнём? А пусть это они сами решают. Ибо у нас всё по справедливости. Давайте, товарищи. Я лично считаю, что правильного решили. Поскольку я боевой офицер и не раз смотрел смерти в глаза. Правильно. Благородно. Молодец. Спасибо, Пётр Семёнович. Поэтому я не боюсь, Пётр Семёнович, смотреть, как ты помираешь первым. Спасибо. Ага. Что? Что? Вот то, вот то. Да я... Да я, да я. Да у меня низкий гемоглобин, у меня высокий холестерин. И чего? У меня нетипичная пневмония. Меня нужно вылечить сначала. И потом медицина говорила, что я генофонд нации. Ха-ха-ха. Да. Я не какой-нибудь тупой военный в серой форме. Это кто это в серой форме? У меня зелёненькая, между прочим, защитная. Вот. К тому же я, можно сказать, генофонд армии. Да. Вот восставший из сада товарищ комбат не даст соврать. У меня эти, наградные листы, три штуки. Да, и ещё два я украл. Не дам соврать. Вот за это с тебя первого и начнём. Ну, правильно, товарищи. Фигни, что называется, откладывать. Позвольте вам пожелать приятного аппетита, Пётр Семенович. Я ножку-то свою, полчковую, практически освободил. Сейчас они наклонятся. Ага. Я их каблучком-то ударю. У меня там шпорка серебряная. А-а-а. Секундочку, товарищи, позвольте вам пожелать хлеб да соль. Ответ простой. Ем да свой. Ай! Ай! Видите, всё нормализовалось. Да. Мы живы, здоровы, чувствуем себя очень хорошо. Ведь, если разобраться, вампиры тоже люди. И нам, как людям, нужно где-то тоже питаться. Вы спросите, где нам, в этой глухомане, свежатинку найти на зубок. Мы здесь кое-что придумали, Пётр Семенович. Давай-ка нашу домашнюю заготовочку. Здравствуйте. Простите, уважаемый. А здесь точно бесплатный санаторий? Бесплатный. Бесплатный. Вы проходите, располагайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует...